Вчера в результате переговоров между аппаратом премьер-министра Республики Армения и администрацией президента Азербайджанской Республики была достигнута договоренность предпринять ощутимые шаги по укреплению доверия между двумя странами. Руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, Азербайджанская Республика освобождает 32 армянских военнослужащих. В свою очередь, Республика Армения, руководствуясь принципами гуманизма и в качестве жеста доброй воли, освобождает двух азербайджанских военнослужащих. Из переданных Армении 32 лиц, 26 были пленены в декабре 2020 года в районе Гадрута, а остальные шесть на границе в разное время. В списках нет Араика Арутюняна, Бакоса Акяна, Аркадия Гукасяна, Рубена Вартаняна, Вагифа Хачатуряна, Алеши Хосровяна. Представитель Госдепа США Мэтью Миллер назвал заявление Армении и Азербайджана об обмене пленными важным шагом по укреплению доверия на фоне усилий сторон по выработке мирного соглашения и нормализации отношений. ЕС также приветствует совместное заявление Армении и Азербайджана, в котором объявляется о взаимном освобождении задержанных и других мерах по укреплению доверия, что является важным политическим шагом. В Москве с удовлетворением восприняли совместное заявление лидеров Армении и Азербайджана с подтверждением обоюдного намерения нормализовать отношения и заключить мирный договор. Турция тоже поддержала совместное заявление Еревана и Баку о нормализации отношений. Правительство Японии приняло решение предоставить экстренную безвозмездную помощь в размере 2 миллионов долларов для вынужденных переселенцев из Арцаха. Согласно заявлению Всемирного банка, Армения была выбрана для получения нового гранта на сумму 2,9 миллиона долларов для поддержки психического здоровья и психофизического состояния детей и подростков, перемещенных из Арцаха в более чем 200 школах страны. 5351 насильственно перемещенный гражданин Арцаха трудоустроился в Армении. На данный момент в сфере обрабатывающей промышленности работают 674 человека, в сфере образования – 947, в сфере обслуживания – 731, в сфере строительства – 420 человек. По состоянию на 4 декабря 49 центров единого социального обслуживания зарегистрировали еще около 3929 человек в качестве лиц, ищущих работу. Глава МИДа Армении Арарат Мирзаян в Ереване на встрече со старшим советником госсекретаря США Луисом Бона положительно откликнулся на предложение Энтони Блинкина провести встречу. Переговоры должны были пройти еще 20 ноября, но Баку отказался от них, а сегодня стало известно, что Баку согласился на новую встречу. Премьер Армении Пашинян в телефонном разговоре пригласил президента Казахстана посетить Ереван с официальным визитом. Тукаев приглашение Пашиняна принял. Глава Евросовета Шарль Мишель приветствовал совместное заявление Еревана и Баку, назвав его крупным прорывом в отношениях двух стран. Он также приветствовал освобождение задержанных и беспрецедентную открытость политического диалога. Мишель призвал лидеров двух стран как можно скорее доработать мирные соглашения между Арменией и Азербайджаном. Законодательное собрание Буэнос-Айреса приняло заявление, осуждающее действия Азербайджана против Арцаха. Объем торговли между Арменией и Китаем за 9 месяцев этого года превысил полтора миллиарда долларов. По сравнению с прошлым годом зафиксирован рост в 30%. Новую программу «Экономические основы для устойчивости Армении» запускает USAID с бюджетом в 24,5 миллиона долларов. Пятилетнюю программу реализует организация, культивируя новые горизонты в сельском хозяйстве. Поездки в онлайн-такси в Армении обложат пошлинами, а такси, не зарегистрированные на таких платформах запретят. Сейчас многие водители на принадлежащих им машинах осуществляют пассажироперевозки, которые не контролируются и не облагаются налогом. Агрегаторы такси должны будут установить контрольно-кассовые аппараты по оплате за поездку и оформлять пассажирам электронные кассовые чеки. На каждую поездку будет установлена госпошлина, которая будет разной при наличной и безналичной оплате. При оплате наличными с 1 сентября 2024 года госпошлина составит 2%, с января 2025 года 3,5%, с 1 января 2026 года 5%. При безналичной оплате 1,5, 2,5 и 4% соответственно. Агрегаторы такси будут перечислять эти выплаты в налоговую службу. За право осуществлять пассажироперевозки таксисты будут платить госпошлину в 1 миллион драмов, около 2,5 тысяч долларов в год. На отстаткомитет зафиксировал рост числа преступлений в Армении за 10 месяцев этого года. Причем особо тяжких преступлений стало почти вдвое больше. Если в 2022 году их было 700, то в этом году стало почти полторы тысячи. Владимир Путин сообщил о намерении баллотироваться на пост президента России в 2024 году. Об этом он заявил на церемонии вручения медалей «Золотая звезда» героям России. Глава Азербайджанского центра политического менеджмента Араз Гасымли считает, что Ильхам Алиев назначил внеочередные президентские выборы по внутриполитическим мотивам. По его данным, рост ВВП Азербайджана в текущем году самый низкий среди стран СНГ, а в следующем году можно ожидать даже рецессии. Он наблюдает рост социальной напряженности. У Алиева для обуздания протестных настроений, внешнеполитических карт после победы в Арцахе больше нет. Напомним, что внеочередные выборы президента Азербайджана пройдут 7 февраля 2024 года. 7 декабря 1988 года в 11.41 по местному времени произошло Спитакское землетрясение, унесшее жизни более 25 тысяч человек. В городе Спитак, где находился эпицентр стихийного бедствия, прошло памятное мероприятие, посвященное 35-й годовщине землетрясения. 7 декабря в Армении и во всем мире вспоминают жертв Спитакского землетрясения. Памятное мероприятие прошло и в парке памятников общины Спитак Лорийской области. На мероприятии, посвященном 35-летию катастрофического землетрясения, присутствовали заместитель губернатора Лории Гор Асрян, глава общины Спитак Каджайр Никагасян, заместитель чрезвычайного и полномочного посла Японии в Армении Дэвид Цунакаки, начальник Лорийского областного спасательного управления Следственного комитета МВД Республики Армении, Сырёб Габриэлян и многие граждане, которые отдали дань памяти невинно погибшим людям. Присутствующие граждане почтили минутой молчания память погибших в стихийной катастрофе. Была совершена памятная литургия духовным пастырем церкви Сурб-Арутюн и ереем Багаршем-Акопяном в память о жертвах. С приветственными речами выступили Гор Асрян, Дэвид Цунакаки, секретарь аппарата администрации общины Спитак Асгануш Франгян и начальник Лорийского областного спасательного управления Следственного комитета МВД Республики Армении, Сырёб Габриэлян. 35 лет назад, 7 декабря, произошло разрушительное землетрясение, которое оставило огромный след и не только в Лорийской области, а также в Ширакской и во многих других городах и селах. Очень много людей погибло, и каждый год мы собираемся в этот день здесь, чтобы почтить их память. Также каждое 7 декабря мы неустанно благодарим всех тех, кто был рядом с нашим народом, в это тяжелейшее для нас время. Я россиянин, живущий в России в то время и сейчас в городе Краснодаре. Был добровольцем, собирали войска Северо-Кавказского военного округа города Краснодара. Сюда прибыло в город Спитак, мы прибыли, точнее, виноват Кировакан, Ванадзор. Сюда рельсы уже не шли, они были там последние поломанные, там мы выгружались и шли сюда уже на транспорте. Мы прибыли 9 ночью, 9 декабря 1988 года. Прибыли ночью, территорию Краснодарскому полку. В полке находилось 1770 человек, людей всех национальностей. Благодарю этих людей, потому что независимости от верования, от национальностей, от других, может быть, каких-то вопросов. Те люди, которые были в Краснодарском полку, выполняли свои обязанности спасения своих людей, которые были под завалами, которые нуждались в большой помощи, без распоряжения руководящих составов, сами шли, сами видели, слышали. В числе присутствующих на мероприятии были как жители Спитака и окрестностей, так и люди, приехавшие из других областей Армении и даже из-за рубежа. Все они возложили цветы к памятному хачкару, посвященному памяти жертв Спитакского землетрясения 1988 года. Астрид Пагасян была удостоена литературной премии «Шанхай Магнолия Сильвер Эворд-2023», став первой армянкой-литератором и одной из самых молодых лауреаток премии в этом году, вручаемой выдающимся иностранцам в Шанхае, Китае. Национальный совет кинокритиков США включил в список лучших за 2023 год три фильма армянских кинопродюсеров, сообщила Варити. С продюсированной Ваганом Епримяном и Артуром Галстяном фильм «Феррари» НБР признал одним из десяти лучших фильмов 2023 года. В категории независимых фильмов лучшими признали «Кто убил Блэкбери», исполнительным директором которого стал Арам Терцакян, а также с продюсированную Натали Касабян комедию «Персидская версия». Представляющий Армению гроссмейстер Мануэл Петросян стал победителем Кубка Казахстана. Кубок Казахстана проходил по системе нокаутов. Среди 16 участвовавших шахматистов Петросян в финале встретился с иранским шахматистом Данишваром Бардией и выиграл со счетом 1-5-0-5. Субтитры создавал DimaTorzok